Вакцина Вакцина не содержит живого вируса, поэтому вызвать заболевание она не может. Так иногда у наших жителей складывается впечатление, что вакцина может вызвать заболевание. Нет, вакцина содержит лишь оболочку вируса, которая способна вызывать именно иммунный ответ. А еще эта вакцина содержит штаммы двух новых, предположительно, надвигающихся гриппов – Колорадо и Сингапурского. В дополнение к уже известным свиному и птичьему. В прошлом году ОРВИ переболели 80 тысяч человек. Из них почти полторы тысячи получили диагноз грипп. И это те, кто проигнорировал прививку, утверждают специалисты. Конечно, уже сейчас в числе рекомендаций стандартная профилактика – избегать мест скоплений людей, соблюдать микроклимат, проводить влажную уборку и вводить утренний фильтр в детских организациях. Но лучше всего пройти вакцинацию. Республика к массовой иммунизации уже готова. Всего должна поступить в республику за счет средств федерального бюджета вакцины против гриппа в количестве 325 тысяч доз. Кроме этого, в настоящее время проводится закупка вакцины против гриппа за счет средств республиканского бюджета в количестве 36 тысяч доз. 36 тысяч доз – это на минуточку чуть более 20 миллионов рублей из республиканского бюджета. Потратят запасы вакцины в первую очередь на иммунизацию детей, взрослого населения старше 60 лет, беременных женщин, работников медицины и образования. В общей сложности 45% населения республики смогут получить бесплатную прививку. Специалисты призывают не отказываться от вакцинации, а отложить ее в случае недомогания, обострения хронических заболеваний или подтвержденной аллергии на компоненты препарата. С прививкой грипп не так страшен, как его молюют, утверждают медики. Светлана Лашина, Игорь Гангаев. Наши новости.